Трудовой день дворника Татьяны Чуриловой начинается в половине седьмого утра. Пока кто-то еще спит или только собирается на работу, она уже на боевом посту, невзирая на погоду и времена года, с лопатой или метлой в руках. У нас ненормированный рабочий день. Когда идет снег, выходим мы в пять. Когда снега нет, с полседьмого уже на работе. Бывают случаи вечером, поздно ночью заканчиваем, и до 11, до 12 чистим, когда большие снегопады. В ведомстве дворника Чуриловой довольно большая территория, прилегающая к двум домам – 13 и 18 второго микрорайона. И начальство и жильцы сравнивают Татьяну с работящей пчелкой. За считанные часы она и снег почистит, и налить уберет, и тропинки посыпет песком. Это зимой. А летом на ее хрупких плечах лежит уборка всей территории, плюс покос травы. Попадая в такие чистые и уютные дворы, понимаешь, что у них есть хозяин. Вернее, хозяйка. Татьяна у нас работает дворником с 91-го года. Очень добросовестная, всегда у нее чисто на доме, вовремя все убирает и никогда не откажет в помощи другим. Выполнит любое задание, которое мы ей дадим, уже не надо проверять. Все знаем, что она сделает все хорошо и качественно. В сферу ЖКХ Татьяну привела мечта о собственном жилье. Придя однажды, она вот уже третье десятилетие. С особой заботой и ответственностью наводит лоскочастоту в оверенных ей дворах. Казалось бы, такой большой объем работы под силу только мужчине. Но пример Татьяны ломает все стереотипы, доказывая, что нашим женщинам все по плечу. Нелегкая, тяжеловата, конечно, женщина. Но ничего, справляемся. Пришла еще молодой девчонкой, зарабатывала квартиру, заработала. Вот осталась. Ну, теперь привыкла уже и коллектив свой, и начальство все родное, и жильцы все мои родные. На этом доме 20 лет работаю. Жильцы отвечают женщине взаимностью. За все время работу Татьяны, да и ее саму, жители полюбили так, что отпускать на другие участки ни в коем случае не хотят. Ведь для большинства из них она давно своя родная. Очень добросовестный человек. В 7 утра встает зимой, уже все и песком посыпано. Летом и откосы убирает, и цветы поливает. И очень старается, очень мы ей благодарны. Плюс она очень, Татьяна у нас симпатичная девушка, позитивная. От нее идет положительная энергетика. И мы надеемся, что она и дальше будет обслуживать наш дом. Чтобы справляться с таким объемом работ, по мнению Татьяны, нужно иметь определенные личностные качества. Упорство, выносливость, терпение. А еще оптимизм, доброту и любовь к своей профессии. А этого улыбчивой женщине не занимать. Поэтому она и заслужила любовь жителей. И на хорошем счету в организации, где трудится уже много лет.